всем здравствуйте сегодня я хотела бы представить вам новые томаты и поговорить о средствах защиты томатов от фитофтороза и других новых удобрениях но для начала я хочу вам показать сорта томатов сибирского сада это морской конек данные вот эти томаты я приобрела недавно и они лично меня заинтересовали своими характеристиками сейчас выходит очень много новинок от всяких агрофирм но меня вот как бы мой взгляд остановили данные сорта и гибриды но морской конек это такой необычный сорт плоды как бы гирлянды или мини кегли красные сорт который будет наверное красив в банке при консервировании а также подходит для сушки и вяльния малиновый тюлень это вообще завязывает плоды в холод и в жару для меня лично он очень подходит это что данный томат можно выращивать в открытом грунте далее сорт медовые бананы это раннеспелый сорт высотой где-то метр написано что очень урожайный гибрид плоды оранжево-малиновой окраски что очень важно одновременно созревают все в кисти не растрескиваются рекомендован он для пленочных теплиц и открытого грунта это что он устойчив к различным и основным болезням томата ну и вот этот томат лечебный снежно-белый это средний ранний сорт для открытого грунт грунта и пленочных теплиц растение высокорослые но и плоды крупные до 500 грамм плоды очень красивые как из воска белый с чуть заметным лимонным оттенком и легким нежно-розовым румянцем вкус приятный сладкий гармоничный ну вот такие четыре сорта я хотела бы вам представить еще из новых перцев у меня появился сорт буду лай тоже обратите внимание по характеристикам просто то что нужно все сорта удобрения можно будет посмотреть у меня на сайте ссылку я оставлю внизу пройдете по ссылку в соответствующий раздел и там есть как бы более подробное описание если кого-то заинтересует также у меня появился препарат консента про него я уже рассказывала что при данный препарат помог справиться самые дождливые холодное лето с фитофторой не было вообще фитофтора на томатах в этом году в 2019 и я как бы показала ролик но у меня его как-то было немного этого препарата естественно его сразу разобрали и я ждала пока появится у фирмы байер новая партия и заказала какое-то количество этого препарата потому что обязательно буду им обрабатывать свои томаты против фитофторы препарат очень эффективный обрабатывала я им три раза с интервалом ровно семь дней также если обрабатывать чередовать значит препарат консента с квадрисом то вообще будет вам счастье это идеальное сочетание консента квадрис данные препараты вот про концента это фирма байер вот я хочу показать в такой коробке я его вот фирма представительства в россии у нас приобрела все препараты естественно оригинальные проверенные и хотела бы еще становиться на препарате магникур энерджи препарата привикура энерджи наверное скорее всего не будет но магникур энерджи я приобрела на украине дело в том что в 2017 году фирме байер произошли изменения из октября 2018 года для розничной продажи фирма байер переименовала препарат на магникур энерджи вот так он выглядит это оригинальная упаковка вот protect garden фирма только его они даже присылают образцы своих этикеток чтобы совпадал тон чтобы не было подделки но подделку на эти препараты и никто и не делает я даже и не встречала поэтому в россии пока привикура энерджи нет он есть на некоторых фирмах но в литровых упаковках и идет у нас в россии он под названием привикур энерджи но это старые партии новые партии в фирме байер пока как-то ну ничего не сказали скажем так будет он называться привикура энерджи который будет в россии либо магникур энерджи пока неизвестно но в таких маленьких как вот 10 20 миллилитров у нас в россии сейчас нет на фирме нет поэтому данный препарат магникур энерджи я заказывала на фирме в украине прошу обратить внимание то же действие тот же состав просто поменяли название о чем говорится на многих сайтах в интернете есть информация о его переименовании любой может в общем-то почитать эту информацию многие говорят что прививи кур энерджи это аналог консента да возможно это и так но препараты имеют разную консистенцию разные по цвету я могу сказать за консента что идеально работает привикур энерджи это больше мне так кажется что для комнатных растений он хорошо однозначно справляется с корневыми гнилями на различных культурах и привикур энерджи или магникур энерджи он хорошо работает при пулеве под корень а консента именно обработкой по листу привикуром энерджи можно обрабатывать томаты и другие культуры на ранней стадии он эффективен именно на стадии рассады далее я бы все-таки рекомендовала как только вы высадите томаты или какие-то другие культуры потому что он отлично работает и на луке то обрабатывать именно по листу после высадки в грунт если вы будете чередовать с квадрисом это идеальный вариант также я хотела бы остановиться на польских препаратах я получила заказ из польши и хотела бы вам показать например такой препарат как биопон пол из по пыла пылоксан это препарат который улучшает завязываемость плодов здесь идет специальная композиции удобрений и микроэлементов которые облегчает завязываемость плодов и содействует правильному развитию завязей тем самым естественно повышая урожайность данный препарат биопон вот этот особенно рекомендуется при выращивании томатов сладкого перца клубники вишни и смородины я могу вам сказать что я этим препаратом обрабатывала в 2018 году завязь была просто шикарные вот знаете такие кисти вот все полные завязи но дело в том что я его мне его прислали но я его как бы не предлагала продажи не было четкой инструкции потому что это оригинальные упаковки вот здесь вот все написано на польском языке но я конечно распечатку буду делать на русском языке конечно люди же должны знать как им пользоваться я им обрабатывала завязь была шикарной но я еще не пользовалась не препаратами квадрис на томатах не консента и естественно у нас было были томаты сильно поражены фитофторой и мы просто выбрасывали черными вот эти кисти завязями но завязь однозначно шикарная это препараты оригинальные они даже без перевода я говорю перевод я буду прилагать к данной упаковке вот такой там флакончик этот препарат значит используется два миллилитра на литр воды и обильно опрыскиваете растений использовать надо два-три раза в неделю в период цветения то есть до появления завязи как только появляется зависть этот препарат уже не используете хорошие препараты но прислали они вот сейчас немного вообще из польши все прислали ну прямо вот знаете по пальцам пересчитать всего очень мало я не знаю не так мало шлют как будто но я даже не знаю с чем это связано вот например вот такой вот препарат это фирма зеленый дом вот то что удобрение гуана это называется спрей с цинком зеленый помидор у меня уже есть поклонники этого препарата но опять прислали по пальцам пересчитать ну совсем мало то есть хватит наверное только первым заказчиком данный спрей это вот так вот это уже полностью готовое удобрение для внекорневой подкормки это удобрение обеспечивает стабильный рост и цветение обильное плодоношение плоды но поскольку этот препарат с цинком плоды более устойчивы к грибковым заболеваниям также рекомендуется для томатов перца фасоли и клубники здесь 0 процентов пестицидов то есть вообще нет пестицидов данном удобрение здесь тоже вот все на польском языке но применяется просто просто методом опрыскивания здесь не надо ничего разводить это уже полностью готово и удобрение и данное удобрение обеспечивает стабильный рост и цветение баллон вы просто перед применением этот встряхиваете и обрызгиваете цветы и находящиеся рядом листья так что они стали влажными то есть обязательно здесь опрыскивание всех новых цветов то есть как цветочки появляются просто по ботве этим препаратом не не нужно опрыскивать только когда появляются цветочки вот поскольку это польские удобрения то их можно как бы чередовать биопон по завязи потом допустим спрей с цинком что хочу заметить и что очень важное поскольку я всегда изучаю состав препаратов удобрений да сколько азота фосфора и калия то в данном спреем идет пентооксид фосфора который растворимый в воде но многие конечно не знают что такое пентооксид фосфора вообще пентооксиды фосфора в российских удобрениях я вообще нигде не встречала это очень редкая 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 вещь в основном содержится оксиды фосфора но не пентооксиды пентооксиды фосфора это соли ортофосфорной кислоты h2po4 но сложных удобрениях могут быть и соли мета и пира и полифосфатные кислоты это ортофосфорные кислоты являются пентооксидами фосфора это уже более сложные соединения которые очень легко воспринимаются растениями то есть многие конечно для многих открытий наверное будет узнать о том что обычные элементы фосфора не поглощаются к сожалению растениями поэтому желательно приобретать удобрения в которых есть хотя бы оксиды фосфора не просто фосфор да а хотя бы оксид но просто фосфор это тот элемент обычный фосфор п который идет в химии да он не поглощается растениями он не усваивается на сто процентов а пентооксид это как сказать более высокая степень фосфора это гидролиз пирофосфата наверно натрия там где есть оксиды оксиды конечно это не пентооксиды это оксиды это соединение состоящий из двух элементов одним из которых является кислород в степени окисления 2 пента а вот именно вот в этом удобрении содержится пентоксид нигде я как бы не встречала вот этот пентоксид который может настолько усваиваться растением и соответственно пентоксиды это сразу идет зависть томатов особенно очень хорошо его использовать когда есть какие-то стрессовые погодные условия и так далее еще у меня есть там одна бутылочка тоже этого этой же фирмы зеленого дома спрей называется здоровый корень я думаю что там тоже присутствует пентоксиды то есть у меня в этот раз они вообще не дали этот спрей здоровый корень и вот у меня только осталась одна бутылочка для тех кто уже знает кто пробовал естественно его запрашивают там тоже система такая при пересадке просто по корням брызгайте вот такая же упаковочка на сайте есть как бы это фотография но я думаю что там тоже есть какие-то пентоксида вот поэтому вот данные удобрения это конечно шикарные удобрения такие как я уже говорила гуана зеленый дом от которого просто не только обычные до наши овощи цветы растут но и орхидеи наращивают очень хорошую корневую систему вот и вся линейка зеленый дом она конечно заслуживает особого внимания ну так же как вот этот биопон который тоже как бы есть но пока немного будет ли как бы они дальше эти удобрения давать ну неизвестно потому что это не российские удобрения это производство больше но вот такое видео хотела я для вас познавательное сделать по новеньким сортам томатов которые у меня появились которые я обязательно буду сажать в этом году и вот препарат консента я говорю приехал магникур энерджи ну квадрис я всегда стараюсь держать в наличии потому что это вообще спасательный круг для многих растений не только наших томатов перцев но и орхидей справляется отлично с корневыми гнилями потому что системный фунгицид ну вот такой обзорчик для любителей томатов и не только я хотела бы сегодня вам сделать но всем кому видео понравилось подписывайтесь на мой канал и до новых видео всем пока